Она, допустим, особенный ребенок, она, возможно, ваша душа хочет выучить абсолютную любовь. Знаете, удобно очень любить, да, здоровых деток, которые хорошо учатся, хороших мужей, да, как бы, и вообще идеальную жизнь. Легко вообще любить. А ты попробуй действительно полюби ребенка ни за что. Вот просто что он есть. Вот просто что ты ждала его и что он есть. Вот говорю вам в мурашки, вот просто вот эту безусловную любовь, может быть, душа пришла выучить. Условная любовь – это я люблю тебя за что-то. За то, что ты хороший, ты здоровый, ты хорошо учишься, ты мне мозг не выносишь, это условия, да. Условная любовь. А может быть, сюда душа пришла выучить безусловную любовь. Я люблю тебя просто потому, что ты существуешь. Я люблю тебя всем сердцем, что я готова кричать об этом и гордиться всем, да, что у меня вот такой ребенок. Я действительно тебя люблю, да. Либо же какое-то, может быть, душа пришла выучить отсутствие залипания на чужом мнении. Это же что люди подумают. У всех такие дети, а у меня особенные. Это как же я хуже других, и мне постоянно стыдно людям смотреть в глаза, показывать свой ребенок и так далее. Понимаете, может быть, в прошлых жизнях была большая зависимость от мнения других людей, и в этой жизни вы пришли наработать это качество отсутствия залипания на чужом мнении. Да мне вообще плевать, что вы. Да мне вообще плевать. Это мой ребенок. Понимаете, у меня была одна девочка, она женщина влюбленная. Боже, как ей больно было. Девочки, у нее столько боли, у нее столько ненависти к этому ребенку было. Она говорит, я не хочу его ненавидеть. Она говорит, ну я не могу по-другому. Я смотрю, я понимаю, ну почему, ну за что. Понимаете? И я смотрю на других, и я смотрю, как они на меня смотрят, и все остальное. И мы с ней, знаете, как прорабатывали. Я ей говорила, я говорю, а ты вот представь, что ты живешь на необитаемом острове, и у тебя этот ребенок. Получилось бы у тебя его любить? Она говорит, вообще без вопросов. Я бы ему отдавала всю эту любовь, и на самом деле, да, я любила бы его очень сильно. То есть ты не можешь его любить, потому что тебе стыдно перед другими. У тебя огромная завязка на чужом мнении. Огромная. Огромная завязка, кто что подумает. Понимаете, какая завязка? Или душа пришла выучить это, и поэтому она такой урок себе выбрала, понимаете? Поэтому, девчоночки, вот кто залетит у меня в эту группу женщин-любленной, прям сегодня же у вас, кстати, все бонусы откроются, и этот кармический урок, это бонусы, ну, это бонусы бесплатные. Прям сегодня же вы сможете послушать, да, каким образом вычислить в этой ситуации, какой мой кармический урок, и пройти его, пройти его экологично. У каждой души, девочки, на жизнь от одного до четырех кармических уроков, от одной до четырех задач, с которыми душа пришла. Обычно это одна-две. Обычно это одна-две. Четыре дается, знаете, обычно, если там они мелкие по своему, ну, как бы они легкие, да, они полегче. Обычно одна-две. И их нужно уметь уже там к возрасту 35 лет, вы уже можете их вычислить, потому что есть некий цикл. У вас есть ситуации, которые повторяются, например, в жизни? Повторяю, повторяющая ситуация. Вот повторяющая ситуация, только декорации меняются, мужики меняются, например, там, какие-то, знаете, декорации меняются, а ощущения внутри остаются одно и то же. Каждый раз, каждый раз. Вот это вот ваш кармический урок. Это один из методов, как можно вычислить ваш кармический урок. Еще очень часто перед коридором затмения, перед этими самыми полнолуниями вылазят тоже кармические уроки. Вот то, что болью вылазит вот там вот вокруг полнолуния, плюс-минус там два-три дня перед полнолунием и за полнолунием. Не каждая полнолуния, но иногда, знаете, бывает вот прям до боли, до боли больно, что у меня рядом, например, слабый мужик. И вот прям до боли больно. Смотришь, такая это вокруг полнолуния. Полнолуния подсвечивает нам всегда вот эти вот непройденные истории. Понимаете? Вот, поэтому, девочки, как проходить кармические уроки? Еще раз говорю, каким образом с этим всем вообще справляться? Это все мы с вами будем изучать на курсе тоже. Курс очень объемный. Это не про какой-то, знаете, флирт, хвостом повилять, самооценку себе, значит, юбочки поносить. Там такое, да, как бы он про женственность, но он про глубокую женственность. Женственность – это принятие своей природы, личностной природы, женской природы и так далее. Женщина, влюбленная в жизнь. О чем говорит такое название, да? Когда у тебя везде по всем углам чисто. И в твоих кармических задачах, и в твоей самооценке, и в ограничивающих убеждениях. И в ресурсах ты свои выстрелила. И свою женственность ты обняла со всех сторон, приняла ее, да? То есть вот эта вот вся обширная история, 60 дней мы с вами ею будем заниматься. Понятно? И тема на бесплатных мастер-классах, но, видать, кому-то из вас это нужно было услышать, да? Кому зашло, плюсики поставьте, чтобы я хотя бы понимала, кто меня развел на такой спич сегодня на бесплатном мастер-классе. Я хочу видеть вас в лицо, люди. Так, супер, девочки, супер, мои хорошие. Значит, кому-то надо, да. Отлично. Отлично. Всем жалуется, какая я плохая, я не поддерживаю его, все из-под палки делает для меня, или вообще ничего не делает, ссылаясь на «я же болен» и так далее. Что здесь видим, девчоночки, давайте. Муж болен, был инфаркт, поддерживаю его и так далее. Всем жалуется, какая я плохая, не поддерживаю его, все из-под палки для меня делает, либо вообще ничего не делает, ссылаясь на то, что, типа, он болен. Что здесь видим? Вот, девочка, в программе лошади, пожалуйста, почему? Вы как много плюсиков, девочки. Видите, ну вот не зря. Я себя не останавливаю, знаете, это я от своих учителей научилась. Учителя мои тоже, когда, Олег Георгиевич Годецкий, помню, говорил, он говорит, я вот выхожу, говорит, вам рассказывать, говорит, я не знаю, о чем я сегодня буду говорить. Вот какое у вас настроение, там, и Грегор, вот вы формируете то, о чем я буду говорить. Поэтому я себя не останавливаю, значит, кому-то это нужно слышать. Так. Так. Так, я впервые, это будет как-то онлайн проходить или изучение видео, и все. Смотри, Мария, это будут уроки в записи, которых там 17, по-моему, штук, если я не ошибаюсь, я позже немножко расскажу. Это уроки в записи, которые открываются каждый вторник и каждую пятницу в 6 часов вечера по Киеву-Москве. К каждому практически уроку будут домашние задания терапевтические. Что значит терапевтические? Это проработка психологическая. Ну, как вы к психологу ходите, да, прорабатываетесь, вот там это тоже будет. Существуют две платформы. Одна платформа для просмотра видео и сдачи домашек, там будет окошко, да. Вы в это окошко шлете домашние задания, этого никто не видит, только я это вижу. Я у вас их проверяю, возвращаю, если сделано неправильно, либо не до конца. Вы мне снова возвращаете, то есть пока это не будет сделано правильно, так как нам нужно, чтобы мы проработали до конца. Итак, мы идем 60 дней, в таком порядке работаем. Дальше вторая платформа – это чат. Это чат в Телеграме, живой чат с кураторами. У каждой девочки, у каждой группы будет свой куратор. И этот чат, он живой, он функционирует 6 дней в неделю. Только вот воскресенье у него выходной, и он закрывается, то есть никто там не болтает, а куратор отдыхает и так далее. Но 6 дней в неделю там постоянно отвечают на вопросы, там постоянно, в общем, идет обсуждение, там постоянно можно получить поддержку, ресурсы, да и так далее. То есть там как бы все друг друга видят. Если домашки, друг дружки там никто не видит, вы хотите поделиться, вы делитесь в чате, да, то в чате как бы все видят друг друга и общаются. И дальше у нас с вами в конце будет один из бонусов, в конце у нас с вами будет такая вот живая связь, называется выпускной. И на этом выпускном объяснять ваши ситуации, если они у вас есть, отвечать на вопросы, какие-то стратегии подбирать вам, если они нужны, да, что непонятно было на протяжении, с чем, допустим, столкнулись, что еще хотели бы глубже узнать и так далее. У вас будет такая живая встреча, понятно? То есть курс проходит вот в таком формате. То есть вы постоянно находитесь под руководством. Вот сейчас коридор затмений. Да, девочки, кого телепают, пятерки поставьте. Мне кажется, в этот коридор телепают очень многих. Да, блядь, перейдет. Ждем, ждем. Вот так как она уже переходит, ну там практически перешла, да, как бы все новолуния, полнолуния, коридоры, они имеют большее влияние. Поэтому, девочки, вон, вот, смотрите, сколько пятерок. Да, да, да. Путаются даты, путаются вообще места, что-то где-то забывается, какая-то рассеянность, какие-то мелкие либо крупные проблемы, какие-то обостряются эмоции, значит, нерешенные, с мужем, с детьми, со свекровкой, в общем, со всеми остальными. Так или нет? Наблюдайте, принимайте, не делайте каких-то резких движений. Сейчас 28-го числа все закончится. Ну, не закончится, но будет легче, окей? У меня хорошо коридор проходит, ну, супер, Алена, значит, не твое время отрабатывать. Мы пока поотрабатываем. Так. Как мы почувствуем, что она уже перешла в пятое измерение? Девочки, сейчас очень все стремительно происходит. Почитайте литературу на этот счет, подпишитесь на аккаунт. В общем, я сейчас не буду в это погружаться. Вы меня и так раздвели уже на глубокие темы. Ты смотри, какая аудитория сегодня собралась. Сейчас еще будем говорить про землю, которая переходит в пятое измерение, девчонки. Так, все, поехали. Муж болен, был инфаркт, поддерживаю и так далее. Он всем жалуется, какая я плохая, не поддерживаю его. Все из-под палки делает для меня, и вообще он ничего, значит, не делает, ссылаясь на то, что он болен. Вот девочка запрыгнула в программу я сама. Давайте, под влиянием чего? Что здесь у нас? Вас можно слушать бесконечно. Супер. Муж мой очень рад, что я вот с вами выговорю все 20 тысяч слов, потом полдня не могу разговаривать. Мечта просто мужчины. Так, манипуляция. Молодцы. Манипуляция, да, из-под палки манипуляции, девочки, да. Он ею манипулирует, значит, тем, что он больной здесь, да, отгоняет ее в чувство вины, что она как-то плохо с ним обращается, она плохо за ним ухаживает. Из-за этого чувства вины, как бы, как любой манипулятор, можно вообще из нее веревки потом вить. Когда вы погружаете человека в чувство вины, вы вообще можете от него получать все, что угодно. Это то, что здесь происходит. Он ее погрузил в чувство вины, и теперь как бы из нее веревки вьет. Каким образом вьет веревки? Тем, что нихера не делает сам, лежит на диване. Она мало того, что упахивается, так еще и упахивается еще больше, да. То есть как бы тоже таким же образом выслуживая, получается, его любовь. но здесь уже немножечко другая история, здесь под влиянием манипуляции. Ну, если коротко, да, разобрать этот, как бы, кейс, здесь нужно срочно делать что? Здесь нужно срочно делать, скажите мне, что? Так, ноготок нашла? Нет, девочки, не нашла, вообще не понимала, как так получилось. Короче, легла трезвая, легла спать, проснулась без ногтя, и не нашла его в кровати. Дистанцию, самооценку поднять, молодцы, ноги делать, да, молодцы, в дистанции. Все, кто у меня были на курсе в отношения на шпильках, это курс по мужской психологии, по правилам построения гармоничных отношений, выставления границ, закрытия потребностей и так далее. Все понимают, что такое за рыба-дельфин дистанция, да, это стратегия выставления границ на таких вот охуевших мужиков. Здесь нужно уходить в дистанцию. Конечно же, поднимать свою значимость, поднимать свою самооценку, потому что, извините, на голову садятся тем девочкам, которым на голову сесть можно. Понимаете, половина из вас, он бы так на голову не сел, потому что ваша самооценка этого бы не позволила, он бы даже не заикнулся в эту сторону. Понимаете, мужчины ведут себя недостойно с теми женщинами, с которыми они понимают, что могут себя так вести. Обычно это женщины с низкой самооценкой, которые не умеют выставлять и держать свои границы. У них вот вместимость говнеца, знаете, расширяется, расширяется, расширяется под страхом потерять партнера, под чувством вины, ими легко манипулировать, их легко вообще закинуть куда-то, какое-то чувство вины, какое-то, знаете, от...